прием земляне ракета на старте меня зовут сергей рад и это канал rocket pitch где у нас публикуются длинные обзоры на блокчейн проекта формате скринкаста также есть у нас основной канал который называется ракета т8 надеюсь на него подписан если нет то подпишись и сегодня у нас обзор айсио проекта о с юниверсити но прежде чем мы начнем я хотел бы напомнить что у нас есть телеграм-канал где публикуются обзоры в текстовом формате в первую очередь поэтому если ты хочешь получать всегда свежую объективную информацию и голосовать за обзоры тех монет и проектов которые мы разбираем обязательно подписывайся на наш канал и ссылочка находится в описании не стесняйтесь а также хотел сказать слова благодарности от всего нашего космодрома проекту энкрипти . нет и лично ивану павловскому ребята мне помогают собирать информацию для обзоров также есть у них вот такой вот сайт и канал в телеграме где они публикуют актуальные новости из криптовалютного мира и обзорчики тебе обязательно надо на этом сайте побывать ссылочку можешь найти в описании и так приступаем к обзору что же такое open source university это децентрализованная платформа которая выступает посредником между бизнесом образовательными учреждениями и студентами через блокчейн используется для валидации и верификации данных студентов и смарт-контракты для управления покупками контента и транзакции на площадке ну точнее даже не выступает посредником а наоборот она убирает посредники и соединяет их напрямую студентов бизнес и образовательные учреждения то есть это такой с одной стороны marketplace с другой стороны платформа где встречаются разные участники рынка образования но я хотел бы напомнить методику нашего обзора как всегда она делится на два этапа сначала мы пытаемся выяснить как же мы можем заработать то есть мы смотрим проект насколько экономическая модель нормальная и реальная и позволяющая зарабатывать насколько она монетизируется насколько ее можно воплотить жизнь команда и так далее если тут все нормально мы переходим ко второму этапу как нас могут кинуть и здесь уже проект проходит через наш скам фильтр если здесь все хорошо мы тогда смотрим товар лицом и уже переходим к токинометрике и так давай начнем с того как можем заработать и бизнес модель этого проекта если ты себе можешь представить идеальное общество но да наверное это сложно представить но все-таки представь идеальное общество когда молодые люди но вспомни себя и не знаю когда ты был студентом или только собирался становиться становиться студентом ты наверняка качался кем мне быть кем я хочу быть ну многие хотели быть космонавтом я тоже хотел быть космонавтом сейчас я в ракете но очень большая проблема выбрать Соответственно, куда пойти, и чтобы это было любимое дело. И вот представь ситуацию, когда молодые люди быстро могут найти свой путь и определить профессию. Пойти учиться этому с удовольствием, то есть сначала учиться с удовольствием, и зная, что у них будет любимая высокооплачиваемая работа, и работать потом с удовольствием. То есть не учиться, например, на географа, потому что туда проще поступить, а работать потом менеджером в Макдональдс, потому что туда проще устроиться. А заниматься именно своим любимым делом. Кайфушечка же, да? А с другой стороны, представь, что предприниматели смогут запросто находить себе нужные кадры, а при их дефиците влиять на формирование учебных программ и получать именно тех специалистов, что им нужны, не переучивая. То есть не брать нечто среднее между бухгалтером, финансистом и математиком, а взять настоящего, например, управляющего проектами. Идеально? Блокчейна. Это возможно благодаря блокчейну, и это открытый университет. И ОС-юниверсити является первой децентрализованной платформой Education 4.0. И они представляют студентам кошелек с цифровыми учетными данными, который позволяет им находить лучшие возможности для академического развития и карьерного роста, будучи связанной с академией и бизнесом через блокчейн. То есть, по сути, это как Coursera, только на блокчейне со своей внутренней валютой и полной интеграцией студентов, институтов и бизнеса. И проект решает следующие проблемы, которые сейчас наиболее актуальны в этой сфере. То есть, во-первых, недостаток доверия о подлинности сертификатов полученных студентов. Очень много купленных дипломов. Дальше. Недостаток информации среди HR-ов относительно интересов и достижений кандидата. То есть, когда ты принимаешь человека на работу, если ты HeadHunter, то ты не понимаешь, что этому человеку интересно и какие у него были достижения. Дальше. Следующий момент. Необходимость подготовки и постоянного обновления резюме в соответствии с последними стандартами. То есть, когда-то кто-то написал тебе резюме, и оно вот у тебя такое. Например, для работодателя важно знать другую информацию. Здесь это все будет стандартизировано. Ну и еще эта штука помогает ускорить процесс поиска работы, чтобы в свободное время еще ты мог развиваться. Это позволяет бизнесу заказывать нужные ему обучающие программы. И у платформы есть три типа смарт-контрактов, каждый из которых направлен на специальное взаимодействие в этой образовательной экосистеме. И чтобы посмотреть на это, давай откроем их белую бумагу. И у платформы есть три типа смарт-контрактов, каждый из которых направлен на специальное взаимодействие в этой образовательной экосистеме. системы. И первый тип контракта это смарт-контракты L2B, то есть Learners to Business, то есть ученики бизнесу. Blockchain Open Source University использует для хранения сертификатов студентов и приобретенных навыков. Алгоритм сопоставления будет обрабатывать большие вычисления данных, чтобы связывать предприятие с нужными кандидатами, оптимизируя затраты на набор, время поиска и точность. Ну простыми словами это выгодно и предприятиям и студентам и компании без лишних усилий находят себе идеального кандидата, а студенты находят себе работу своей мечты. Ну точнее даже вернее работа сама их находит, потому что все данные о том, как студент учился, есть на блокчейне. Следующие смарт-контракты это L2A, то есть Learners to Academy, то есть образовательные учреждения, связанные со студентами. У студента все сертификаты надежно хранятся на блокчейне, и они могут выбирать пути своей карьеры с помощью алгоритмов предложения курса, основанных на потребностях в реальном времени для бизнеса. Это представляет студентам доступ к гибкой, быстрой образовательной модели. Иными словами, студент выбирает, куда он хочет двигаться в плане карьеры, а платформа, основываясь на имеющихся курсах, истории обучения студента и реальных потребностей бизнеса, составляет ему идеальный образовательный план. Следующий тип смарт-контракта это Business to Academy, это B2A, позволяет компаниям получить доступ к новому поколению рынка обучения и развития, где поставщики контента фильтруются в соответствии с их каталогом дисциплин и академическим рейтингом, и оба они хранятся на блокчейне, в то время как платежи безопасно управляются смарт-контрактами. И это устраняет необходимость обработки транзакций через посредника. Вот так вот это все выглядит, вот они эти три типа смарт-контракта, и таким образом они взаимодействуют в этой системе. Три типа участника этого рынка. Короче, простыми словами, бизнесы смогут заказывать необходимые образовательные программы, платить за реальных работников, видеть как они учатся заранее, да еще до принятия на работу и так далее. И само собой платформой будет пользоваться почти кто угодно, и студенты, и рабочие из завода, и бизнесмены. И суть проекта помочь тебе найти свой путь. Вот это, вот на секундочку, это вот прям до мурашек. Найти свой путь это, ну пожалуй, самое главное в этой жизни, потому что сколько людей мается и думают, вот я не тем занимаюсь, а здесь у тебя будет конкретное понимание, куда ты двигаешься и зачем, и сколько ты на этом будешь зарабатывать. И вот три основных модели поведения на платформе. Это академия, ну вот я сейчас открыл нашу текстовую версию обзора, она находится по ссылке в описании, чтобы не лазить везде. Это академия, и здесь включают в себя университеты и организации в области образования. Дальше, студенты. Ну это студенты, рабочие и пожизненные ученики. И бизнес. Это компания, научно-производственное объединение и учреждение. Если мы говорим о монетизации вот этого всего, вот этой всей платформы, вот этой экосистемы, то платформа будет зарабатывать с постоянной циркуляцией токенов. И они сделали выгодную вещь. Короче, если ты оплачиваешь какие-то услуги на платформы через их токен EDU, то с тебя они будут брать комиссию за перевод. Если же ты оплачиваешь с помощью другой криптовалюты, то тебе будет взаимодействоваться комиссия в размере 5% с каждой транзакции. При этом будет сжигание токенов и их стоимость будет расти. То есть будет уменьшаться количество токенов в обороте, соответственно спрос будет расти. Ну а как рынок реагирует на снижение предложения увеличения спроса, повышением ценой. Теперь, что касается реальности. Проект начал путь очень давно, еще в далеком 2015 году. Тогда зародилась идея в Болгарии и с этого момента началось развитие. Команда искала партнеров, обдумывала проект и так далее. И мне очень нравится то, что это не очередной проект, который собрался на коленках, когда в январе 2018 написано белая бумага, а в июне уже обещают запуск основной сети. Проект родился давно и сейчас предстает перед нами. Несмотря на то, что за три года продукт все еще не готов, то есть нет MVP пока, команда набирала связи. И в дорожной карте даже описано, что они сотрудничали с министерством экономики. И в июне планируется уже альфа-релиз. И токены уже в ближайшее время будут добавлены на разные биржи, а уже под конец 2018 года будет готова сама платформа, которую мы с вами сможем пользоваться. У команды есть репутация, что немаловажно в этом проекте. И для тех, кому интересно разобраться в дорожной карте максимально подробно, ребята предоставили линк на свою доску в трейл. Так что можно нырнуть в roadmap по полной и посмотреть даже, какие задачи они сейчас, вот прям сегодня ставят перед собой. Что касается команды, да, команда довольно-таки крепкая и слаженная. Аккаунты живые, в основном все болгары, да, что неудивительно. Болгарский проект, болгарская команда. Все понятно. И давай посмотрим на ребят поподробнее. Кристиан Даскалов, это Project Lead, соучредитель Центра открытых наук в Техническом университете Софии, бывший советник по национальной стратегии и исследовании инноваций. Джордан Джамбазов, это Technology Lead, старший разработчик программного обеспечения с 10-летним опытом, соучредитель консалтинговой компании IOR. Момчил Джамбазов, это Creative Technologist, шифровой дизайнер, веб-разработчик, более 8 лет, работает в области создания e-commerce продуктов. Добромир Ковачев, блокчейн-девелопер, старший разработчик программного обеспечения с 10-летним опытом разработки решений с национальным значением. Ну вот это вечный студент как раз, то есть человек, который постоянно учится. Давай посмотрим теперь на советникам. Это Gordon Kerr, это Senior Investment Advisor. Он основатель и главный исполнительный директор Cobden Partners. Это лондонский инвестиционный консалтинг. С 1983 года он работал инвестиционным банкиром на рынке капитала. Али Мадхави, Senior Academic Advisor. Вице-президент Университета финансов, бизнеса и предпринимательства. Это первое специализированное высшее учебное заведение в Болгарии в области финансов, страхования, бизнеса, менеджмента и маркетинга. Ян Скарфи, это Senior Crypt Advisor. Советник в куче проектов. Топ-3 эксперт на ICO Bench с 2017 года. Теперь посмотрим, кто же это своими ручками будет делать. Это Всеволод Охрименко. Ну или Охрименко, Всеволод, прости меня. Не знаю, как точно произносится. Это разработчик программного обеспечения. Разработчик с опытом работы в HTML, CSS, jQuery, Swift, C++. Теодора Алексеева, маркетинг-лид. Пятилетний опыт работы в онлайн-маркетинге, рекламе. И она биткоин-энтузиаст. Маргарита Таскова, Digital Designer. OS University, это ее второе место работы. Хотя в LinkedIn написано, что у нее годы работы дизайнером-фрилансером. Ну, вполне себе верю. Профессор Кевин Даут. Token Economics Visionary. Это настоящий профессор, который как раз занимается вопросом цифровых денег, токенов и прочей профильной деятельностью. Теперь посмотрим. Ну, команда это хорошо. Это те люди, которые будут делать ручками. Причем у проекта есть еще амбассадоры. Ну, на амбассадорах мы не будем останавливаться. Ты можешь на них посмотреть у них на сайте. Ссылочка находится в описании. Теперь перейдем, собственно говоря, к тому, что тоже является одной из составляющих успеха. Потому что любой проект, он не может двигаться без партнеров. И любая учебная программа с легкостью обзаведется партнерами. Здесь у них все в порядке. Open Source University не исключение. Больше всех мне понравился Blockchain Founder Fund. И у них есть в портфолио такие проекты, как Dash, Neo, Steam, Omysgo, Monero, WeChain, Polymath и даже Telegram. И есть стойкое ощущение, что эти ребята знают, куда инвестировать. Ну, кроме этого инвестора и партнера, здесь еще есть много кого. И ты всех можешь потыкать, все у них кликабельно на сайте. Вроде бы все красиво, достаточно красиво. Но все-таки давай посмотрим, как же нас могут кинуть. И надо сказать, что за три года проект вылезали по всем мелочам. Маркетинг проекта просто великолепен. Общение с сообществом также. Очень четко проработан блокчейн и бизнес-модель. Архитектура блокчейна прекрасно проработана. Они четко показали, для кого продукт и как его нужно использовать. В каком русле надо двигаться. И команды и советники вряд ли хотят, чтобы проект провалился после всего затраченного времени на проект. И надо сказать, что этот проект вполне и явно планирует засесть в жизни студентов. Конечно, нужно сказать и о конкурентах. Но ребята сделали это раньше нас и показали сравнительную таблицу. Сейчас мы ее найдем. И вот такая табличка, она есть у нас в текстовой версии обзора. Ребята сравнили своих конкурентов и, естественно, указали на достатки конкурентов и свои преимущества. То есть они себя сравнили со skill chain, bit degree и indoors. И по каждому пункту они, соответственно, выигрывают. Конкурентов своих знают. Но это на данный момент, но в любой момент, любой из этих проектов, могут вложить больше денег. И тогда поехали. Если с 2015 года до 2018 нет MVP, то это может сыграть злую шутку. Хотя проект реально крутой. Тут нужно не терять времени, потому что в 2018 году в любой момент может появиться сильный конкурент и стать первым. И дальше уже будет неважно, кто второй и кто третий. Но, тем не менее, риск скама стремится к нулю. Теперь давай посмотрим товар лицом. Потому что, в принципе, можно это рассмотреть как инвестиционный инструмент. Но для начала посмотреть, что же нам предлагают. Какие токены? Я understand. Токен имеет четко выраженный утилити функционал. Сделан на стандарте ERC20 на блокчейне Ethereum. Свою блокчейн они не планируют. В принципе, он здесь и не нужен. И как это обычно и бывает, токен будет топливой всей экосистемы UOS University. И всего будет 48 миллионов EDU. Именно так называются их токены. И на пресейле было выделено 4800 миллионов EDU. На публичные продажи будет выделено 30 миллионов EDU. На развитие проекта будет выделено 8 миллионов 400 тысяч EDU. Для команды советников 3.840. На баунти 960 тысяч EDU. Что касается распределения средств. Разработка проекта заберет себе 50%. Бизнес развития 20%. Маркетинг 15%. Регулирование и налоги 10%. Непредвиденные ситуации 2%. Юридическая административная деятельность 3%. Что касается токен сейла, он пройдет в два этапа. Пресейл он уже прошел. Мейн токен сейл будет с 4 июня по 1 июля. И так как предпродажа уже прошла, то у нас с вами есть возможность участвовать в публичной распродаже. За один эфир можно купить 750 EDU. И цена постоянно растет. Вот как ты видишь. И приятный бонус, что основная продажа токенов начнется после релиза альфа версии продукта. То есть сначала альфа, потом токен сейл. То есть мы скоро увидим первые заметки, как будет работать платформа. И сможем с вами поклацать перед покупкой токенов. Это реально круто. Короче, какой вердикт? Для подобной платформы одной из важнейших составляющих является партнерство. А у S-Universe с этим все в порядке. Без звезд, но крепкая команда без сомнения справится с тем, чтобы при помощи трех типов смарт-контрактов объединить три основных типа пользователей. Идея проекта не нова, я согласен. Но на блокчейн с полной интеграцией всех участников процесса еще никто нормально не реализовал. А значит, можно двигаться вперед за орденами. Не могу сказать, что сразу после листинга будет x10, но для инвестирования на долгосрок вполне подходит. И в будущем ты сам сможешь пользоваться платформой и оплачивать свои курсы, ну или курсы своих детей, или может быть даже внуков, если вдруг это все надолго растянется. Но будем думать о хорошем. Несмотря на все, еще раз хочу заострить твое внимание, любой SEO проект является очень высоко рискованным. Но при этом менеджер проекта уже служил хорошую репутацию в сообществе и у партнеров. И команда именно в сфере образования она реально сильна, и блокчейн разработчики тоже есть. И стоит особо отметить, что команда очень открыта и дает доступ ко всему, что у них есть. От задач на трейл, который может даже посмотреть и посмотреть каждый день, чем они занимаются и какие задачи себе ставить. До кода на гитхаб. И при этом я делаю выводы, что уровень скама близится к нулю, и инструмент на долгосрок на 3-5% портфеля вполне подходит. Короче, моя оценка 9,5 баллов из 10 возможных. Реально очень крутой и интересный проект, и степень проработки его тоже радует. На этом все. Я еще раз тебе напоминаю, что это не призыв к инвестированию, не призыв к покупке. Ты сам принимаешь свои решения на основании собственных рисков, на основании того, каким является твой инвестиционный портфель. Надеюсь, эта информация была тебе полезна. Если так, с тебя большой палец вверх, обязательно пиши в комментариях, что ты думаешь по этому проекту. Подписка на канал, нажимай колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Добришка. Баблишка и крепкой-крепкой шишки тебе, дружишка. Маршрут нашей ракеты не изменен. Конец, связь, землянин. Тузымун. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok